Всем привет! Начинаем новый влог. Сегодня день первый. У Маши адаптация в детском саду. Будем там с 11 до 12. Ну, я не знаю, что там будет происходить. Ну и мы решили остаться в том саду, в который Маша пошла изначально, с которым у нас уже подписан договор. Мы взвесили все плюсы и минусы и выбрали все-таки этот садик. Потом я более конкретно расскажу, почему, что и как. В общем, сейчас идем в сад. Мне, наверное, придется там снова сдавать тест. Скорее всего, уже я не знаю, что там будет происходить. Я его с собой понабирала все, что было в списке. Сейчас я вам тоже потом покажу. Может, просто кому-нибудь будет интересно на будущее. И нам уже дали расписание каникул. Я на работе занесла заявление на отпуск. Очень удобно. У Маши получается одни каникулы, неделька всего лишь в августе. И там несколько дней еще среди года есть. Это меня очень радует, потому что в том садике, в котором мы тоже были, там 4 недели каникул. На Пасху, по-моему, и летом, и там еще как-то выходные есть. Ну, в общем, все потом поподробнее расскажу, что да как получилось. Пошли мы адаптироваться. Я не знаю, что будет делать Зина. Все, часик мы погуляли в детском садике. Мне понравилось. Воспитательница сидела только с Машей. Маша гуляла и с воспитательницей, и с другими детками. Я все боялась, что она как-то будет бояться, что чужой язык от меня не будет отходить. Нет, я сидела вообще на коридоре, а Маша с детьми в комнате. Завтра едем снова. Но завтра к 8 утра, следовательно, мне Машу надо в 6 поднять. Если она, конечно, сама не проснется, потому что обычно она в 6 утра уже встает. Сейчас по планам садимся в трамвай, едем домой. И я уже, наверное, дома вам расскажу по поводу того, почему мы выбрали именно этот сад, а не тот, который ближе. Продолжаем влог. Мои еще все спят и сделала себе кофе, варю Машу кашу. Сейчас 5.50 утра. Машке сегодня в садик 8, как я говорила, и нам в 7 утра надо выходить из дома. А вчера такая глупость, скажем так, произошла. Она уснула полтретьего дня и проснулась только полшестого вечера. И поэтому я ее ложила спать только где-то в пол-одиннадцатого. Я не знаю, какая она будет. Ну, как есть у садика, она вроде бы хотела вечером перед сном. Поэтому очень поделась. Я хотела вам же рассказать по поводу, почему мы выбрали все-таки этот садик. Ну, что касаемо того, садик у него один плюс, как я говорила, он 15 минут ходьбы находится. Но дальше мне не понравилось то, что... Воспитательница мне не понравилась. Ну, такое вот есть. Не произошла, как это сказать, не произошла химия, и она мне не нравится. Она пожила, и там... Я против возраста ничего не имею, была всякие воспитателя. Ну, просто не понравилось. Потом мы пришли, все дети гуляли на улице. На детей практически никакое внимание не обращается. Ну, как мне сказали, что в Германии это нормально. Для меня лично это ненормально. Далее они ходят гулять на улицу в любую походу. Ну, честно говоря, мне это не подходит. Я не хочу, чтобы моего ребенка в дождь выводили гулять на улицу. Ну, не хочу я. Зачем мне? Чтобы она лишний раз подвергалась опасности заболеть. Поэтому это тоже минус. Далее у них тоже, ну, значит, тоже небольшое помещение такое одно, где они там кушают. И спальня наверху есть. И все. И вот в основном они гуляют на улице. И что еще меня смутило, это что касаемо одежды. Они говорят, мы консервативный садик. Пожалуйста, никакой яркой одежды имеется в виду. Там, например, вот... Покажу вот у Маши свитер. Какого-то сердечка, например. Такое нельзя. Потому что угрозка и яркая ребенку. Или, например, обувь. Маша у меня очень любит. Знаете, святящиеся всякие элементы. Мы купили такие, как, господи, резиновые сапоги тоже не святятся. Такое тоже нельзя. То есть такое все спокойное, приглушенное, однотонное. Это у меня Маша проснулась. Сама и по себе. Представляете? Как здорово. Даже будить ребенка не пришлось. Вот. Что я хотела сказать? А, ну так вот. А, ну так вот. И мы тогда решили, что зачем мучить нас вот этими всякими непонятными правилами. И только ради того, чтобы там сэкономить 10 минут, мы решили, что пускай идет в тот садик, в котором подписан договор. Так вот, про этот садик, в котором подписали договор. Это новый садик. Он вот только построился. Он контейнерного типа. У него будет строиться основное здание, но он состоит из контейнеров. Там тепло, классно. Там все новое. Но пока, пока мне это нравится, конечно же. Детей хорошо кормят. Не надо с собой давать завтраки. Я уже говорила, наверное, в одном блоге. Это тоже очень удобно. То есть Маша у меня будет завтракать дома, и мы с ней будем туда в 9 утра ездить. Не хочу ее рано отдавать. Мне это без надобности. Вот. И у них такая политика, что дети что-то хотят, то и делают. То есть Маша вот, например, хочет поиграть с мальчиком. Она идет играть с мальчиком. Хочет поиграть в куклы, потом идет играет в куклы. У них в определенное время кушать. Они все там вместе кушают. Но, конечно же, минус там 80 человек. Как там 80 человек. Детей по месяцу я себе не представляю. Но может быть как-то одна часть на полдня, другая часть на целый день. На улицу они тоже ходят. Ну, конечно, не тогда, когда... Не каждый раз. Не постоянно они на улице. А тогда, когда вот у них по плану прогулка. Мне это тоже нравится. И в плохую погоду они в садик не ходят. У меня сегодня задача такая. В садике, если я не забуду, ну, или хотя бы на этой неделе вспомнить об этом и спросить, что делать в днем рождения. У меня Маша 29 ноября день рождения. И обычно в садиках какие-то подарки дети приносят. Я не знаю, тут надо что-то приносить. Не надо. Поэтому, если надо, то нам надо поехать и закупить это все. Потому что детей же немало все-таки. Вот. А сейчас я пью кофе. Маша сейчас будет кушать кашу. Собираемся и поедем в сад. Четвертый день адаптации. Сегодня мы тоже... Сегодня мы... Маша сегодня была в садике с 8 до 9. Я ее привела. 5 минут с ними там побыла. Они делали фонарики. Я не помню, как этот праздник называется. Дети ходят с фонариками и поют песни. И меня отправили сидеть в комнату для родителей. Я там 40 минут сидела. Маша замечательно игралась. Никаких проблем нет. Пока все идет хорошо. И сегодня Маша сделала свой фонарик. Да, Маша? С воспитательницей. И в 5 часов мы приедем сюда. Будем ходить с фонариками и петь песенки. Надеюсь, Маше это понравится. А сейчас мы... Ну, чего у тебя ножки, брат? Маша, как всегда, с садикой не хочет уходить и всегда вот нычет. Хочет там больше играться. Ну, надеюсь, на следующей неделе уже будем подольше оставаться. И завтра нам снова к 8. Какие на сегодня планы? На сегодня планы надо сходить забрать посылку, записать распаковку в клуб «Фантастик». Отзыв мой на шлабру уже на канале. Кто не видел, можете посмотреть. Так, забрать посылку. Наверное, погулять с Леной выйти, если Машина подружка пойдет гулять в такую погоду. Я сказала, да, записать распаковку. Да, хорошо, я жду ответа от Лены. И пока вечером потом, да, поехать с Машей. И все, в принципе, больше никаких у меня планов на ближайшее время нет. Заказала кое-что на флаконе. Посмотрим, придет или нет. Это такая авантюра своего рода получилась. В общем, проверим. И сделала заказ на Венчендем. Ладно, будем мы идти, а то у меня вон капризуля. Давайте распакуем. Мне пришел в флаконе заказ, если так можно сказать. В общем, на их сайте мне попалась реклама, что можно получить бесплатно пробники, отправить их, так сказать, своим любимым. И там любимый выберет ваш какой-нибудь аромат, который ему понравился, и сможет как-то там что-то заполнить или что-то отправить обратно на сайт. И тогда вам придет уведомление, и вы можете заказать этот аромат. В общем, бесплатные были пробники. Я решила попробовать заказать, но так как доставка там платная, то заплатила 3,50. Это просто ради интереса. Пришлют они действительно пробники или скажут, что у нас нет такого заказа. Шумно было. Открываем. Открываем. Ну что? Ну что, ну что? Открываем. И так. Тут все запаковано. Ничего себе. Что мне тут положили? Это, наверное, что-то мне. Машечка, подожди, солнышко, я снимаю. Хочешь, а потом? Я буду Леной гулять. Ты хочешь с Леной гулять? Ну мы сегодня в садик еще пойдем. Мы завтра с Леной пойдем гулять, хорошо? Давай сейчас поснимай и тебе дам. Красно. Так, это, я полагаю, мне пробники положили, потому что они всегда к каждому заказу какие-то пробники кладут. Так, это мужской. Я тоже думаю, что что-то мне все мужские положили. Опять мужских пробников мне положили. Ну да и ладно. А, да, вот тут еще даже книжечка там есть. И, 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 давайте посмотрим. И да, и вот, и вот, и вот. А, вот еще один пробник, кстати. Это, наверное, женский должен быть. Вот, смотрите. Класс! В общем, за это все я дала 350. Давайте один из мужских отправим. Один я дам мужу, один я дам свекру, один получит мой папа. Вот тут. Мужские. Какие же мужские тут ароматы должны быть? Сколько их тут? Пять. Почему было заявлено по шесть? Или нет? Я что-то путаю. Сколько их тут должно быть? Посчитаем. А, да, пять. Вот, пять ароматов. Burberry, Boss. Boss очень вкусно пахнет, мне нравится. Еще вот, еще вот такой Boss. И вот такие два. Слушайте, вот мне кажется, это прикольная тема, что можно заказать себе пробники. Я бы так заказывала, особенно какой-нибудь косметики. Так, сейчас я это все поскладываю и покажу вам женские пробники. Мне непонятно, почему они у меня. Просто в пробниках, которые необычные дают заказы, положили тоже мужские пробники. Это тоже мужские. Так, с мужскими все понятно. А это? Да, мы написали пробники. Так, что же тут за туалетные воды? Угу. Все по стандарту. Уже в дугласе, по-моему, я вам показывал такие же пробники. Mark J. Питопс. Гуччи. Такое вот. Эй, видно, не видно? Это так. Такое. тоже босс. И тоже босс. Вот. Тоже по пять пробников. Это я маме свои свекрови отдам и себе оставлю попробовать. Крути-крути-крути. А я, честно говоря, думала, они не пришлют. Ну, у меня было такое ощущение, что, ну скажу, с чего это было, он должен присылать. Но нет. А если бы я набрала на 19 евро, ну например, что-нибудь надо было, то это бы не было еще вообще бесплатно. Так. Кому надо, пишите, да. И вот еще тоже есть, если кому надо, пишите. А мы пошли собираться с Машкой уже в детский сад. Поедем снова. Пойдем ходить с фонариками. Если, может, получишь, сниму, если дадут там снять. И там другие дети тоже не особо хочется их снимать. Ладно. Все. Мы собираться. Все. Походили мы с фонариками. Вот Машин фонарик. Маша там сзади ест, уже точит свой пряник. Сейчас мы поедем в Русский, замерзла очень сильно. И надо еще будет приготовить ужин. Мы уже дома. Сейчас я покажу, что мы купили в магазинах. И пойду готовить кушать. Маша мне поможет. Да, Маша? Так. Маше взяли сок. Давай дальше. Что мы купили? Сок купили. Антипасти. Это все в Лидле покупали. Бананы взяли. Чипсы нам дали в подарок. 10 евро надо было закупиться. Там купон активировался. Чипсы в подарок. Давай. Спасибочки. Яблоки взяли. Давай дальше. Картошку 3 взяли. Давай. Курицу. Это нет. Это не Лиду. В общем. Колбасу, сыр. А сейчас в Русском покажем, что купили. Я очень люблю такую шкуку на хлеб. Давай. Мужу семки. Давай, Машка. Курму. Ну это тоже наедино. Огурцы в Русском магазине взяли. Маленькие. Как мне нравится? 4 евро килограмм. Халбур. Давай. О. Пельмени. Фернон? Я сейчас купила курицу. При пачке пельмени. Надо может быть. Вот я себе взяла ребрышки. Тут сколько? Кило триста получается. Пять копеек. Сколько? Спасить шести евро. Еще семки. Еще пельмени Давай Сало Давай, что еще там осталось? Конфетки Конфетки Еще пельмени И за все примерно где-то 37 евро Коротко о том, как потратить 40 евро Ничего при этом не купив Все, я буду с вами сейчас поращаться Пойду я готовить ужин Пишите комментарии, ставьте лайки И подписывайтесь на мой канал И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok